Я тебе расскажу, Ракетч, я тебе расскажу сейчас. ПЕСНЯ Она продала машину и вот эти деньги она откладывала на ремонт. С тем человеком, которым она договорилась отремонтировать жилье, она предполагает и уверена в этом, что он украл эти деньги, пока они ездили. Но никто не знал, что нет никого дома. То есть вы и фамилию его не знаете, да? Нет, я все знаю. Давайте милиция пусть займется, есть кому-то. Вы еще занимаетесь. Но результата нет никакого. Надо связать меня будет с Аббисом еще по телефону завтра, чтобы я ему рассказал все. Это вопрос с жилищами. Живу я вот прямо в квартире на четвертом этаже. 15 лет назад я квартиру купила. Семья разрослась уже настолько, что уже и внуков крови. А на жилье мы там стоим какие-то 150 или тысячи каких-то. И отписки, отписки, отписки. Отписки, потому что не было финансирования. Сейчас будем разбираться со всеми нашими возможностями. Ну дайте. Давайте, да. Спасибо. Добрый, добрый. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Прошли выборы. Заканчивается формирование всей системы власти в нашей республике. Мы понимали, что власть требует серьезную переналадку. Мы эту переналадку делаем. И, конечно, с большой надеждой на то, что эта вся система начнет работать и работать эффективно. Идет бюджетный период, формируется бюджет 15-го года. И те проблемы, которые должны быть решены, все должны попасть в установленном порядке, получить финансирование, и регион должен начать жить нормальной жизнью. Главная наша стратегия в том, что мы в состоянии решить эти проблемы на ближайшие пять лет. Конечно, такую уверенность нам дает не наша собственная экономика республики, она, к сожалению, пока находится не в том состоянии, чтобы мы могли опираться на свои финансовые ресурсы. Мы опираемся на поддержку центральных властей. Максимально, когда штормило, штормовое три дня было, до трех с половиной тысяч машин стояло в аэропорте. Рулежка, звездка, в аперонах. Победайте сразу, горячее. Ну, видите, нормально обедают. Обедают, да. Ну, давайте предложение, давайте. Мы планируемся перезагрузку причала, вознаграждение счетных причалов. Какое место в бюджете следующего года будет у Керчи? Я думаю, в бюджете будет достойное место, будут отражены основные проблемы, они будут закрыты. Что касается заработных плат и всех остальных форм финансирования для текущей жизни, все это будет закрыто. В этом нет никаких сомнений, ресурсов до финансового у нас достаточно. Кроме этого, мы будем распределять средства на социально-экономическое развитие. У нас два источника. Это свои собственные, которые мы будем распределять и плюсы. Из федеральных цельных программ этих денег около 700 миллиардов на ближайшие пять лет. Денег более чем достаточно. Сейчас нужно с этими финансированиями разбираться, правильно выстраивать работу с ним. И это тоже одна из задач сегодняшней поездки. Владимир Андреевич, можно еще вопрос по поводу строительства моста. На каком этапе сейчас находится работа над проектом? Ну, проект фактически уже стартовал. Уже работы в том объеме, в котором мы предполагаем, уже начались. Иногда это проект, потому что само сооружение достаточно комплексное и сложное. Некоторые виды работ уже начались, они уже идут. Уже определен подрядчик. Есть утверждена концепция, выделены достаточный объем денег. И для нас, для крымчан, хорошо, что это не только сам переход, но и инфраструктура связана с ним. Это и дорога до Севастополя, ее реконструкция является жизнеопределяющая для Крыма. В Керчьи ожидаются большие инвестиции. Это предполагает и строительство новых объектов. Вот скажите, как законодательно защитить горожан и предоставить, чтобы у них была определенная квота рабочих мест на этих предприятиях? Значит, мы этим занимаемся. Мы сейчас хотим защитить не только горожан, но и крымчан в этот период переходный. Это является нашей приоритетной политикой. Вопрос вы задали совершенно правильно. Во время этих больших перемен очень важно, чтобы все эти перемены дошли до каждого крымчанина. Чтобы в первую очередь получали работу крымчане, в первую очередь получали работу керчане. И за этим нужно очень внимательно следить. А бывшая военная Багеровская база, ее будут восстанавливать или она умерла навсегда? Да я не думаю, что умерла, потому что сейчас дано поручение президента на усиление группировки войск здесь на территории полуостров. И поэтому все эти бывшие базы, которые имели вся та инфраструктура, ее, конечно, нужно использовать.